Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну и гроза. Выйдло в окно закроем. Гром, а дождя нет. Запах странный. Катя, пожар! Беги к ламарям! Пожар нам звони! Ваня, бежим! 19 июня 1982 года в Волгодонске в доме семьи Пономаренко случился пожар. Вызванные соседями пожарные приехали через 10 минут, но внутрь дома попасть уже не смогли. Он был полностью объят пламенем. Возле дома нашли сильно обгоревшего мужчину. Никто из соседей его не узнал. Пострадавшего в бессознательном состоянии отправили в больницу. Соседи, выбежавшие на улицу, говорили о том, что хозяева Игорь Пономаренко и его беременная жена Вероника наверняка заживо сгорели в доме. Расследовать причины пожара прибыл старший оперуполномоченный Егор Садников. Пожар удалось потушить только к утру из-за взрывов баллонов со сжиженным газом, которые еще несколько раз сводили на нет усилия пожарных. Приветствую. Привет, Егор. В спальне обнаружили два обгоревших трупа мужчины и женщины. Очевидно, хозяев дома. Ну и что здесь? Видимо, задохнулись во время сна. Иначе попробовали бы спастись. Угарный газ – коварная штука. Вскрытие покажет. Хотя, похоже на то. Пожарный, как торнадо. Пена, вода. Разве можешь здесь что-то найти? Похоже, в этой комнате больше всего полыхало. Очаг возгорания находится где-то здесь. А это что такое? Воск? Да, похоже. Надо будет опросить соседей по факту отключения электричества. Смотри, Егор. Видимо, вот с этого все и началось. Спичка? Ну все, что от него осталось. А вот это нам уже повезло. Зеркало спасло, упало сверху. Медицинская перчатка и маска. Да, это настоящая удача. Судебно-медицинская экспертиза установила, что погибшие Игорь Пономаренко и его жена Вероника, которая находилась на четвертом месяце беременности. ДНК-анализ тогда не проводили. Опознали тела по зубам. Сравнили пломбы со стоматологическими картами супругов. Группы крови тоже совпали. Но заключение с результатами вскрытия в корне изменило отношение оперативника к этому делу. В легких погибших не было угарного газа. Значит, свой последний вдох Игорь и Вероника сделали до начала пожара. Эксперты проверили тела на наличие ядов и установили, что убил супругов теофос. Высокотоксичный яд, который применяют в сельском хозяйстве против вредителей. Его же используют цветоводы, чтобы уберечь свои растения от насекомых. Пожар, по всей видимости, стал способом скрыть следы преступления. По слоям гари на фасаде дома эксперты нашли надпись, сделанную масляной краской. Гари в аду. Поведение поджигателя казалось странным. Зачем оставлять на доме столь красноречивую надпись, если он планировал скрыть улики в огне? Пролить свет на ситуацию мог выживший на пожаре. Оперативники установили, что пострадавшего зовут Максим Егорченко. Он работал вместе с Игорем Пономаренко в Волгодонском территориальном геологическом управлении. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы жена Максима? Да, Альбина. Меня зовут Егор Сальников. Как он себя чувствует? В себя не приходит. Ожоги кожи 40%. Второй и третьей степени. Скажите, Альбина, что Максим так поздно мог делать в доме Игоря? Его Пономаренко еще днем на разговор позвал. Он поехал. Домой позвонил около десяти вечера. Сказал, собирается уже. Ну, сами видите. Здравствуйте. Извините, но у нас осмотр. Прошу всех покинуть помещение. Когда он сможет отвечать на вопросы? Ну, вы даете. Его с того света вытащить надо. У него, кроме кожи, обожжены легкие и слизистые. А он мог получить такие ожоги, находясь рядом с домом? Нет, он был внутри. Вероятно, успел выскочить. Анализ крови делали? Звонили, спрашивали, симптомов отравления ядом нет. Мог ли Максим отравить супругов и устроить поджог, в котором сам и пострадал? В этом нужно было разобраться. Сейчас ужинать будем, Вань. Хорошо бы. Кто там еще? Милиция. Сейчас открою. Сальников решил побольше узнать о погибшей семье. Он отправился к семье Сергеевич, которую вызвали пожарных. Мы уже спать легли. Оно тут как, рванет. Я думал, мы сгорим вместе с ними. Очевидно, газовые баллоны взорвались. У них было парочку. Район не газофицирован? Только обещают пока. Это ж надо, как совпало. Игореха, царство мое небесное, он дома редко бывал. Приезжал раз в три месяца, погостил пару недель и обратно. Вот и в этот раз. Приехал две недели назад. И вот результат. А Вероника стоматологом работала. И дом на ней был, и стройка. Ребеночка ждали. А что вы знаете об этой надписи на стене дома? Гори в аду. Давно она появилась? Несколько недель назад у Вероники в стоматологическом кресле погибла клиентка. Так муж ее начал писать угрозы на доме Пономаренко. А Игорь, когда вернулся из командировки, замазал все это мелом. Не удивлюсь, если этот мужчина и поджог устроил. Катя, ну не наговаривай на человека. Мы не знаем, как это было. Неправильно это. Зав в стоматологической клинике, где работала Вероника, подтвердила. Пономаренко пломбировала молодой женщине зуб. Вела обезболивающий препарат, навокаин. И пациентка скончалась на месте от анафилактического шока. Вероника пыталась спасти пациентку. Вела адреналин. Медкомиссия из облздрава приезжала с проверкой. В действиях врача ничего преступного не нашла. Выводы передали в прокуратуру. Но муж умершей пациентки не мог смириться. Он отправлял Веронике письма с угрозами. Вот эту записку Пономаренко принесла своей начальнице. Плакала и просила ее защитить. Текст точь-в-точь повторял послание на стене дома погибших супругов. Потерпите, сейчас будет немножко больно. Эту фразу и жужжащий звук бормашины с ужасом вспомнят все, кто пользовался услугами стоматологов в те уже далекие времена. Почему-то в Советском Союзе сложилось мнение, что лечение зубов, а тем более протезирование – необязательная роскошь. Пломбы перестали делать из фарфора и драгметаллов, заменив их на цемент, который с легкостью вылетал от обычных ирисок. Мосты и коронки делали под золото из запрещенного ныне нитрида титана, который способствует образованию опухоли. Анестезию либо игнорировали, либо проводили на вокаином, от которого прогрессивная стоматология отказалась еще в 50-е из-за случаев смерти пациентов прямо в кресле донтиста. Сальников прибыл в местную оранжерею. Там работал Сергей Митрофанов, муж умершей пациентки-стоматолога. Но на работе мужчины не оказалось. Здравствуйте. Добрый день. Вы директор оранжереи? Да, я. Старший оперполномоченный Сальников. Там вот полейте, пожалуйста. Чем я могу вам помочь? Где я могу найти вашего рабочего Сергея Митрофанова? Вам надо было заранее позвонить. Сергея нет на месте, за меня этого сегодня. Жаль. И часто он работу пропускает? Понимаете, я закрываю на это глаза. Горе у человека. Жена умерла. Пошла зубы лечить. И все, представляете? Ну да. А какие ядохимикаты применяются у вас в оранжере? Ну вот, а у нас много препаратов. Пойдемте, я вам покажу. А какие вас конкретно интересуют? Показывайте все, которые у вас есть. Вот, смотрите. Ого, сколько. Теофос вы применяете? Конечно. А вот он. Чесноком пахнет. Как колбаса копченая. Не дай бог вам такую колбасу да с чесноком таким попробовать. Билет на тот свет без остановок. Сергей Митрофанов с этим химикатом работает? Ну, конечно. Все с ним работают. Спасибо. В подсобке оранжереи хранился теофос. Яд, которым отравили семью Пономаренко. В настоящее время производство теофоса запрещено в связи с его высокой токсичностью. Но в 80-х он еще широко применялся в сельском хозяйстве и цветоводстве. В подсобке оранжереи также хранились средства защиты, медицинские перчатки и маски. Напомню, что маску и перчатки нашли в сожженном доме. У Сергея Митрофанова был мотив для убийства Вероники и простой доступ к яду, который стал причиной гибели семьи Пономаренко. Сергея Митрофанова не было и дома. Нашли его на кладбище у могилы жены. Сергея Митрофанова, примите соболезнование. Спасибо. У Катюши сегодня день рождения, у моей Катюши 25 лет, 25. Сергей, где вы были ночью 19 июня? Дома. Все ночи я дома, где же еще? Меня интересует эта конкретная ночь, с 19 на 20 июня. Кто это может подтвердить? Так, кто ж может? Жены у меня больше нет. Пять дней назад сгорел дом Вероники Пономаренко. Она погибла. Вы ей угрожали. То есть, как сгорел. Подождите, вы что такое говорите? Ну, пугать пугал, записки слал. Ну, чтобы... Ну, чтобы сжечь... Вспоминайте, кто может подтвердить ваше алиби. Никто. Вам придется пройти с нами. Алиби у Митрофанова не было. А руки и лицо Сергея были покрыты ожогами. Сергея Митрофанова задержали до выяснения обстоятельств. Сальников позвал на помощь судебного медика, чтобы выяснить, когда были получены ожоги. Сергей. Когда в последний раз вы были у дома Вероники Пономаренко? Давно уже. Я ее ненавидел после смерти моей Катюши. Несло меня. Сам не знал, что делаю. Супругов отравили теофосом. Он у вас на работе, в оранжереи есть. Конечно. Конечно, это средство от вредителей. Но я бы в жизни не убил человека. Даже если я его ненавидел. А ожоги у вас откуда? Егор, ожоги, как по мне, не термического характера. Ожог он получил не в огне, а на кожу попало химическое вещество. Я думаю, что это азотная кислота. Я с азотными удобрениями в оранжереи работал, цветы подкармливал. Руки нужно чаще мыть. Или все руками трогать. Хорошо еще, что глаза остались целы. У вас там что, перчаток нет? Перчатки и маски как раз есть. Тот факт, что ожоги Сергея Митрофанова оказались химическими, не снимал с него подозрений. В доме Пономаренко нашли защитные перчатки и маску. Поджигатель, в принципе, мог и не пострадать. Алиби у Сергея по-прежнему не было. Ну что, это не наш клиент? Будем копать. В собственном доме заживо сгорели геолог Игорь Пономаренко и его жена, врач-стоматолог Вероника. Рядом с домом обнаружили сильно обгоревшего Максима Егорченко, геолога, который работал вместе с Игорем. Сыщики приходят к выводу, что пожар – результат умышленного подрыва. При обыске дома под слоем гари криминалисты находят надпись на стене. Выясняют, что семью терроризировал Сергей Митрофанов, жена которого погибла в стоматологическом кресле на приеме у Вероники Пономаренко. Капитан Сальников сам не очень-то верил в версию о причастности к поджогу Митрофанова. Не был он похож на человека, который так правдиво играет удивление и растерянность. Мотив у него был, и угрозы от него исходили. Но работник оранжереи этого и не отрицал. Так не ведут себя, готовясь совершить преступление. К тому же прямых доказательств того, что именно он устроил поджог, не было. Объяснить, что произошло в доме погибшей в огне семьи Пономаренко, мог Максим Егорченко, который постепенно приходил в себя в ожоговом отделении больницы. Во дворе больницы Егор Сальников встретил врача ожогового отделения, который разговаривал с каким-то мужчиной. Максим Егорченко только глаза открыл. Скажите, а когда он сможет на ноги встать? Мне сведения отправлять нужно. Ну, об этом говорить еще рано. Ну, а какие прогнозы? Может, полгода, может, больше? Услышав знакомое имя, Сальников решил узнать, кто интересуется здоровьем геолога. День добрый. Старший оперполномоченный Сальников. Владимир Дмитриевич Свешников, начальник Волгодонского геологического управления. Таких двух специалистов потеряли, теперь в командировку отправлять некого. Вы Егорченко пришли проведать? Да, пришел узнать, может, Максим хоть через полгода сможет в Африку полететь. В Африку? Ну, да, в Эфиопию. У нас в министерстве ведь как, вот, нужно два хороших специалиста. В Индополошем толкового подрывника, а их нету. Подрывника? В 1974 году в Эфиопии в результате военного переворота свергли императора Хайале Селасия I. Военное правительство провозгласило курс на строительство социализма. Тогда подобные заявления свидетельствовали о выборе в качестве главного друга Советского Союза. Из СССР в Эфиопию отправились геологи и нефтяники для проведения разведывательных работ. Это была престижная и высокооплачиваемая работа. Всего за год советские специалисты могли заработать на квартиру или автомобиль. Максим Егорченко и Игорь Пономаренко были геологами-подрывниками, лучшими в области. Оба работали с октогеном и гексогеном, взрывчатыми веществами, в два раза мощнее всем известного тротила. Соседи семьи Пономаренко рассказывали оперативникам, что проснулись от взрыва. Но все почему-то сразу подумали о том, что взорвались газовые баллоны. В месте, который определили как эпицентр пожара, был обнаружен воск, которым при производстве покрывают октоген и гексоген. Возможно, первым взорвался вовсе не баллон с газом. Возле найденного очага возгорания не было воронки. Поэтому сначала никто не подумал о взрывчатом веществе. Но оказывается, взрыв на поверхности может воронку и не оставлять. Опытный подрывник это знает. Оперативник Сальников понял, что на кону стояла новая поездка в Эфиопию. И Егорченко таким страшным способом мог решить вопрос в свою пользу. Как только подрывник смог говорить, Егор Сальников отправился к нему. Добрый день, Максим. Моя фамилия Сальников. Я расследую гибель семьи Пономаренко. Как вы себя чувствуете? Мы можем поговорить? Как вы оказались в горящем доме? Я был у Игоря весь день. Потом я уехал и забыл документы. Мне пришлось вернуться. Какие документы? По сейсмологии Африки. Как вы вообще оказались у Игоря в гостях? Мне известно, что вы недружили и даже недолюбливали друг друга. Это правда. Максим рассказал, что три года назад его обвинили в халатности при использовании гексогена. Тогда, за пару месяцев до запланированной поездки в Африку, случилось ЧП. Под Грозным во время разведки взрыв был проведен некорректно. Пострадали люди. Игорь Пономаренко использовал тот случай в свою пользу. Это преступная халатность. Ко мне поступили неточные данные анализа грунта. Он еще оправдывается. Да за такое на золовки посылают. Какая Африка? Товарищ, мы уже приняли меры. А вы? Как вы могли подать его кандидатуру? Это должностное преступление. Думаете, вам это с рук сойдет? Да любой подрывник подтвердит, что эта авария не моя вина. У нас есть другое мнение. И авторитет у этого человека мы доверяем. И в Африку улетел Игорь. Если отношения с Пономаренко не сложились, у вас были обиды, почему тогда вы поехали к нему? Это странно. Он меня сам пригласил. Мне было интересно, чего он хочет. Только для этого. Ну что вы намекаете? Вы думаете, я взорвал его дома? Дело в том, что в доме нашли остатки воска. Октоген и гексоген. Покрывают воском. Пока мы общались с Игорем, несколько раз отключили свет. Можете у соседей спросить. Там у всех в хозяйстве есть свечи. Так для чего вас Игорь позвал? Игорь отказался лететь в Эфиопию. Сам. О своем решении отказаться от командировки в Африку Игорь Пономаренко сообщил начальнику управления. Но тот и слушать не хотел. Да об этом речи не может быть, Игорь. Понимаете? Игорь, ты хоть понимаешь вообще, что... Понимаете, моей жене угрожает какой-то тип. Пишет на доме всякое. А Вероника моя на четвертом месяце. Боится. Плачет. Мне надо остаться. Слушай. В какое ты меня положение ставишь этим своим решением? А? А что я им скажу? Что? Так пусть Егорченко едет. Я натаскаю его, объясню, покажу, что умею. Он справится. Даже не знаю. Вот в воскресенье я приглашу его домой в гости и с разработками помогу. И мы весь день просидели над разработками по геологии Эфиопии. У меня не было причин убивать тигра. Десять часов, когда я выезжал, все было нормально. Я уже почти добрался домой. И обнаружил, что я забыл документы. Когда я вернулся, дом был в огне. Но я помню лишь только один взрыв. Меня, видимо, взрывной волной выкинуло наружу. Больному нужен отдых. Подскажите, пожалуйста, а Ляля спаслась или нет? Что, в доме был кто-то еще? Когда я уезжал, у Вероники в гостях была подруга, Ляля. Странное имя. Она так представилась. И они ее так называли. По словам Максима, они с Игорем уединились в кабинете. Игорь угостил коллегу коньяком. Вот вам чай. Где-то через час мы с Лялей приготовим вам что-то к ужину. Ляля приехала? Да. Сто лет ее не видела. Соскучилась и хочу ее уговорить остаться у нас ночевать. Ну все. Потерял жену. Опять до утра проболтайте. Беременным женщинам есть о чем поговорить. Беременным? Угу. Ляля беременна? Надо же. Я так понял. Это была подруга Вероники. Я ее мельком видел. Когда я уезжал в 10 вечера, они еще с Вероникой чаи сидели гоняли на веранде. Таким образом в деле появился новый свидетель. Если, конечно, этой Ляле удалось спастись. Но никаких останков третьего человека на пожарище не обнаружили. Сальников расспросил знакомых убитой семьи Пономаренко. Выяснилось, что Ляле Вероника называла свою подругу Ольгу. Познакомились они лет пять назад. Ольга пришла на прием к Веронике в стоматологическую поликлинику. Женщины быстро стали приятельницами. А крепко сдружились года три назад, когда муж Вероники уехал по контракту в Эфиопию. И у нее появилось время для общения с незамужней подругой. Друзья Вероники точно не знали фамилии и адреса Ольги. Оперативник обратился в стоматологию, где должна была храниться карточка Ольги. Этих Ольг у нас сотни. Как я вам ее теперь найду? Ей около 30-35 лет. Если у вас есть человек, пусть перебирает карточки в регистратуре. Я не против. Постойте. А ее могли записать не Ольгой, а Лялей? Это еще что? У нас данные в карточку заносятся строго по паспорту. Имя, отчество и фамилия. Про Лялю мне бы сразу доложили. Была у нас одна цыганка, Люба Аркадьевна. Был еще армянин Мишек. Так мне про них сразу из регистратуры позвонили. Соня, ты такую Лялю или Ольгу не помнишь? Пономаренко лечилась. Да. Карточку занеси мне в кабинет. Жду. Вам повезло. Моя Соня помнит такую. Еремеева ее фамилия. Она хотела Лялей назваться, но моей девочке ее быстро на место поставили. Ищут карту. Через минуту принесут. Спасибо. Так, Татья. Это карта погибшей Вероники. По записям в медицинской карте и опознали покойную. После экспертизы по установленным правилам карту положено вернуть и хранить в архиве поликлиники еще 25 лет. Был человек, остался материал для архива. Да, Соня. Как нет карты? Точно? Ты все проверила? Нет ее карточки. Да вы не расстраивайтесь. Такое бывает. Пациенты часто с собой забирают, домой уносят. Эта карта не Вероники. Что значит не Вероники? Ну, мы стоматологи лечим друг друга. Вероника лечила меня, я Веронику. После лечения врач обязан заполнить карточку больного. Но свои карточки Вероника и заведующая заполняли сами, чтобы не утруждать коллегу. Вероника очень классный врач. Она не могла допустить такие детские ошибки. Я ей мост ставила, я восьмерку удаляла. Посмотрите, здесь про это ни слова. Только три пломбы каких-то. Маргарита Семеновна, это точно? Это точно не ее карта. Это стоматологическая карта Вероники Пономаренко. Перед вскрытием ее взяли в регистратуре поликлиники, а после вернули обратно. Никакой путаницы быть не могло. А вот снимок зубов трупа женщины, обнаруженного в доме Пономаренко. Все пломбы идентичны записям в медкарте. Группа крови тоже совпадает. Более того, установили, что погибшая была на четвертом месяце беременности. Могло ли быть столько совпадений или заведующая ошибалась? После того, как Сальников выяснил фамилию, Ляли, найти ее адрес проблем не составило. Сальников. Да. Сколько, сколько? Так, давайте все данные будем проверять. Так, это все? Да, благодарю. Ну, Ляля. Надеюсь, до скорой встречи. Население Волгодонска составляло 150 тысяч человек. Сальников проверил в городе всех Еремеевых с именем Ольга. Их было всего пять. Под нужный возраст 30-35 лет подходила одна Ольга Сергеевна Еремеева. Проживала она по адресу улица Энтузиастов 41. Туда и отправились оперативники. Но двери им никто не открыл. Сальникову пришлось встретиться с родителями Ольги. В собственном доме заживо сгорели геолог Игорь Пономаренко и его жена врач-стоматолог Вероника. Рядом с домом обнаружили сильно обгоревшего Максима Егорченко, геолога-подрывника, который работал вместе с Игорем. Выясняется, что в доме перед началом пожара находилась подруга Вероники Ольга Еремеева. Однако ее останки на пожарище не нашли. Попытка отыскать Ольгу живой тоже не увенчалась успехом. Оперативник приглашает на беседу родителей девушки. С нашей девочкой что-то случилось. Почему вы так решили? Понимаете? Наша дочь учительница. Она перевелась из школы после окончания учебного года и уехала. Она даже не попрощалась с нами. Да еще это записка. Куда уехала ваша дочь? На север. Вроде бы собиралась в Сургут. Да, вот. После войны правительство СССР решило промышленно освоить север. Это стало местом высоких заработков. К обычным окладам добавлялись районные коэффициенты и надбавки, которые увеличивали доход почти втрое. Повышенные отпускные и премии, дополнительные дни к отпуску делали работу на севере еще более привлекательной. Жителей Советского Союза перестали пугать сорокоградусные морозы. В Заполярье потянулись рабочие, инженеры, врачи, учителя. Родители Ольги Еремеевой рассказали, что их дочь думала над тем, чтобы уехать на север, в Сургут. Но случилось это как-то неожиданно, без предупреждения. Она просто поставила нас перед фактом, оставив эту странную записку. А что мне странного? Ну, во-первых, она написана не от руки, она печатана на машинке. И потом, понимаете, мы нашу дочь дома никогда не называли Лялией. Ну, по паспорту она Ольга. Да. Ну, в кругу семьи мы называли ее Оленька. А тут Ляля какая-то. Понимаете? Странно, а? Ну, она друзьям так представлялась. Ну, при чем здесь друзья? Мы-то ни о чем не знали. Правда? Ну. Она уехала одна или с отцом ребенка? Какой ребенок? Какой отец? Вы что, не знали, что ваша дочь беременна? С ней точно что-то случилось. Но она же скрытная всегда была. Она никого в душу к себе не пускала. А тут беременность. О, Господи! Она с женатым связалась или с уголовником? Подожди, Раиса. Может, это и правда все объясняет, а? Что объясняет? Ну, мы были у нее дома в ее квартире. Да. Но на север так не уезжают. Или я вообще ничего не понимаю в этой жизни. Ну, разве что мужчина забрал ее с собой. Ну, не знаю. Не знаю. Мы не знаем. Проходите, товарищ милиционер, проходите. Родители Ольги показали оперативнику квартиру дочери. А вот наша девочка. квартира Ольги Еремеевой была совсем не похожа на жилье простой учительницы младших классов с зарплатой 120 рублей. Кем она работает? Учительницей младших классов. А откуда все это добро? Не знаем. Видимо, отец ребенка не бедный. Сама она и правда не могла бы это все купить. А может, и вправду хороший человек встретился. Ей так долго не везло в личной жизни, и она боялась сглазить. Вот и не делилась с нами, а мы уже придумали себе. Точно. Уехала на север и не взяла с собой шубу? Вот и мы подумали, что это странно. И шуба на месте, и вот и деньги, и украшения. Вот кто так едет на север? Хотя, если мужчина при деньгах... Да, при больших деньгах... Что-то здесь не то. Егор Сальников подал запрос в Сургут. Этот город упоминала Ольга Еремеева в разговоре с родителями. Ответ пришлось ждать два месяца. В нем оперативнику сообщили, что женщина жива-здорова, правда, в Сургуте, куда собиралась уехать. Ее не нашли. Женщина теперь живет в столице округа в городе Ханты-Мансийске. Там встала на учет в женскую консультацию. Вызывать Ольгу в Волгодонск на допрос Сальников не стал. Слишком длинный путь для женщины на шестом месяце беременности. Поэтому отправился самолетом в Ханты-Мансийск сам. Через сутки Егор Сальников стоял на пороге квартиры главной свидетельницей в деле семьи Пономаренко Ольги Еремеевой. Добрый день. Позволите? Да, входите. Я из Сабеза. Вы стали на учет в консультацию и семья неполная ходим смотрим думаем чем можем помочь. Паспорт покажете? Да, конечно. Сальников держал настоящий паспорт на имя Ольги Еремеевой которая проживает в городе Ханты-Мансийске. Прежнее место проживания Волгодонск Ростовской области. Так вы из Волгодонска? Я там тоже жил одно время. Мы с вами земляки. А вы кстати не знаете там такого Игорька Пономаренко геолога у него еще жена Вероника? Да знаю мы даже дружили Мне кто-то сказал они в своем доме сгорели Я слышала Не волнуйтесь это со мной Откроете дверь Вместе с Егором Сальниковым в Ханты-Мансийск прилетела мать Ольги Еремеевой Она стояла на пороге квартиры и в растерянности смотрела на женщину которая жила под именем ее дочери Где моя дочь? Где Оля? Где моя девочка? Что с ней случилось? Что ты с ней сделала? Присядьте пожалуйста Ну это не Ну Я из милиции Я видел фото Ляли и вы не она А вот наша девочка Вероника Надо отдать вам должное Выдержки вам не занимать Думаю только чисто сердечное признание смягчит вашу участь Подумайте о будущем ребенка Что с девочкой? На чем я прокололась? Имя подруги Ляли Родители никогда ее не называли Ляли Раиса Николаевна я думаю теперь вы все понимаете Пожалуйста идите в машину Ну да что же вы так своего мужа подругу Я бы их еще раз убила Я искренне дружила с Ольгой А потом узнала что у нас один на двоих мужчина Мой муж Ляля Ой привет Привет Вероника и Ольга встретились в женской консультации Обе были беременны и становились на учет Да еще и срок у подруг одинаковый Вероника обрадовалась за подругу знала у той был затяжной развод после которого она не хотела думать о замужестве и детях Вероника стала расспрашивать кто отец но подруга молчала Ты так похорошела Да спасибо Такая модная Видимо он у тебя хорошо зарабатывает и очень тебя любит Да Да любит Ладно я побежала Хорошо Хорошо Давай До встречи Здравствуйте Вероника сначала ничего не заподозрила Подумала что ее подруги Ляли неприятны подобные вопросы потому что она решила воспитывать будущего ребенка сама Но потом произошел неприятный случай Вот справка которую получила Вероника у врача эпидемиолога Она заразилась африканским герпетическим вирусом от своего мужа Игоря Лечение ничем не осложнялось кроме ограничения в вакцинах которые нежелательны для беременных С ребенком все в порядке Я так перепугалась Сама еле температуру переношу а как там ему я могу только представить Да вирус не характерный но вы вовремя начали лечение Температуры у вас нет сыпь сходит все будет в порядке Спасибо Доктор можно? Зайдите попозже у меня пациент Я не могу попозже мне срочно Что у вас там? Посмотрите какая у меня сыпь Да дела опять герпес и опять не характерный Не слишком ли много для нашего Волгодонска? Вероника узнала голос подруги в кабинете Это была Ольга Еремеева с такими же симптомами Это не могло быть совпадением Вероника поняла почему подругу так смущали ее вопросы об отце ребенка Сыпочка и кабель Обманутая жена придумала план мести Она точно решила что сожжет неверного мужа и его любовницу При этом Вероника планировала сделать так чтобы ее саму не искали Она взяла в регистратуре стоматологии новую медицинскую карту подписала ее своим именем и внесла туда записи из карты любовницы мужа Да Алло Ляля привет О, привет дорогая Давно тебя не слышала Угу А я уже и соскучилась вообще-то Приходи к нам на ужин На ужин? Когда? Да прям завтра и приходи С удовольствием Только паспорт захвати с собой А паспорт зачем? Сюрприз Ну ты чудная Ладно я люблю сюрпризы Тогда до завтра да? Ну завтра Тварь Вероника Пономаренко подлила мужу и его любовницы теофос когда те потеряли сознание уложила их в спальне Сама же забрала деньги подожгла дом и уехала на север Добираться пришлось поездами чтобы нигде в самолете не засветить паспорт который она похитила Прямо в поезде заявила что ее обокрали забрали все документы Вскоре паспорт на имя Ольги Еремеевой нашли в переходе между вагонами Он был разорван Транспорт Транспортная милиция дала справку по которой прибывшей на север женщине документ быстро восстановили Она устроилась на работу в школу но долго работать учителем не собиралась Встав на учет в женской консультации она до начала учебного года ушла в декретный отпуск Пока шло следствие женщина родила Тот факт что двойное убийство подлог и преднамеренный поджог совершила мать грудного ребенка не повлияли на приговор В январе 1983 года Вероника Пономаренко получила 15 лет лишения свободы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok